Судно на воздушной подушке может двигаться очень быстро, потому что ему не нужно раздвигать воду. Воздух под давлением нагнетается под днище, и судно парит над поверхностью воды. За счет воздушной подушки оно легко передвигается и по болоту, и по песку, и по снегу. Чтобы построить игрушечное судно на воздушной подушке, прикрепим кусок пластиковой трубки к центральному отверстию компакт-диска. На трубку наденем резиновый воздушный шарик, надуем его и поставим диск на стол. Диск с шариком парит над столом и скользит по нему практически без трения. Может быть, наше судно держится на плаву за счет реактивной струи, вылетающей из сопла? Проверим это. Запустим судно над столом. Оно падает вниз. Значит, реактивной силы для его поддержки не хватает. И нам надо искать другое объяснение. Воздух вытекает из шарика через узкий зазор между диском и столом. Силы вязкого трения препятствуют движению воздуха через такую узкую щель. Чтобы выталкивать воздух наружу, давление под диском должно быть больше атмосферного. Это повышенное давление создается надутым шариком. Оно и поддерживает судно на плаву. Вы думаете, теперь все стало понятным? Сделаем еще один опыт. Перевернем судно, поднесем его к потолку и отпустим. Судно висит под потолком и не падает. Теперь диск ведет себя, как присоска. Мы можем объяснить и этот опыт. Вспомним о законе Бернули, который говорит «Чем больше скорость потока, тем ниже давление в нем». Когда воздух из шарика вырывается через широкое сопло в узкий зазор между диском и потолком, его скорость резко возрастает. А значит, давление в нем резко падает и становится меньше атмосферного. Поэтому атмосферное давление прижимает диск к потолку. Итак, у нас есть два опыта и два объяснения. Когда судно парит над столом, давление в зазоре должно быть повышенным. И это происходит за счет вязкого трения. Когда судно висит под потолком, давление в зазоре должно быть пониженным. И это происходит за счет действия закона Бернули. Но тогда получается, что один и тот же поток воздуха в зазоре между диском и опорной поверхностью может создавать и повышенное, и пониженное давление. Сумеете ли вы разрешить этот парадокс? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова